Жертвами ДТП, которое произошло на трассе М7, стали три человека. Не доезжая до деревни Чебокса, водитель Лады 14-й модели выехал на пласту встречного движения, по которой двигалась фура. В результате столкновения большегруз проехал по легковому автомобилю и улетел в кювет. Момент смертельного ДТП запечатлела камера видеорегистратора. Видеорегистратор был установлен на лобовом стекле большегруза. На кадрах видно, как 14-й съезжает со своей свободной полосы и врезается лоб-лоб фуру. По информации МЧС, водитель уснул за рулем. Ведь, судя по кадрам, молодой человек, управлявший ВАЗ-2114, даже не пытается уйти от столкновения и не сбавляет скорости. После удара грузовая фура становится неуправляемой и скатывается в кювет. Вот крайний ряд. Вот я ехал. Он вылетел мне все прямо по центру машины. И получается, вы его снесли и пытались уйти, что ли? Ну вот я уже куда мне правее, уже мне никуда. Вы видите, иначе мне туда нырять. Ну и все. Я вот тормозил как мог, все. И вот оно. После удара с большегрузом отечественное превратилось в буквальном смысле в груду металла. На место столкновений выехали все экстренные службы. Помощь медиков уже была не нужна. Трое человек, ехавших в легковом автомобиле, погибли мгновенно. Чтобы извлечь тела двух женщин, понадобилось срезать расплющенную крышу. Сложнее дело обстояло с телом водителя. Из покореженной машины его извлекали на протяжении нескольких часов. В этот момент на мобильный погибшего водителя кто-то пытался позвонить. Телефон водителя? Да, да, да. А кто звонит? Не знаю. Номер не определен? Не будем. Пускай так лежит на капоте. Как выяснилось, в машине ехала семейная пара и их мать. Молодая женщина была беременна. Муж работал в структуре МЧС. В карету скорой помощи, которая везла годовалого ребенка в тяжелом состоянии в ДРКБ, врезалась иномарка. В результате на место столкновения выехала еще одна бригада медиков. В одной карете скорой помощи две бригады борются за жизнь годовалого ребенка. На счету каждая секунда. Учитывая тяжелое состояние малыша, водитель скорой решил проскочить на красный. Он хотел пересечь улицу Декабристов. А китайская машина ехала на зеленый сигнал светофора справа от него. Я так увидел, что он маячки включил только, когда перекресток уже доехал. У него маячки включились. То есть я уже сразу удивился, откуда он будет. Двигаться на красный сигнал светофора водитель экстренной службы имеет право. Но только в одном случае, если уверен, что его пропускают другие участники движения. Водитель неотложки считает, что все сделал правильно. Мы пропустили весь поток транспорта с мигалкой и сиреной. Потом поехали. А эта машина ехала, тут парапеды есть, они нас не увидели. Заграждение между потоками. Как они могли не увидеть, не знаю. У вас регистратора нет? У нас свидетели есть. Сотрудники ДПС на светофорами с нами были. В результате на место столкновения пришлось вызывать еще одну скорую. Вести ребенка в больницу пришлось другим медикам. В иномарке сработали передние подушки безопасности, поэтому никто не пострадал. А вот машине понадобился эвакуатор. Карета скорой помощи уехала с места аварии самостоятельно. Апелляционная жалоба Владимира Соколова, учителя танцев из Казани, была отклонена Верховным судом Татарстана. Напомню, 10 мая этого года Соколова, преподавателю бальных танцев в одном из центров детского творчества, вынесли приговор за сексуальное домогательство. Советский районный суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в колонии строгого режима. Однако мужчина решил приговор обжаловать, подав апелляцию. Верховный суд Татарстана изменил приговор только в части дополнительного наказания, то есть право заниматься педагогической деятельностью, связанной с детьми. Если раньше педагог был лишен этого права на 10 лет, то теперь он не сможет обучать детей танцам в течение 12 лет после освобождения. В соответствии с приговором Советского районного судья города Казани, педагогу назначил наказание 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и с дальнейшим ограничением свободы сроком на 2 года. Полицейские задержали грабителя, напавшего на продавца круглосуточного магазина. Им оказался 38-летний житель Альметьевска. Он ворвался в магазин на улице Короленко и, угрожая ножом, похитил деньги. Что задержан? Задержан за грабеж. За какое? Когда? Где? 11 сентября 2016 года. Все произошло в первом часу ночи. Предварительно убедившись, что покупателей в торговом павильоне нет, мужчина вломился в магазин. Камеру видеонаблюдения зафиксировало, как мужчина избивает продавца табуреткой, отталкивает и забирает из кассы деньги. Кроме 3000 рублей злоумышленник отобрал у женщины ее телефон. Сразу после совершения преступления налетчик покинул Казань, но вскоре вернулся в столицу. Когда мужчину задержали, он полностью признал свою вину. Не исключено, что он причастен к аналогичным преступлениям. Полицейские просят всех, кто располагает информацией об этом человеке, звонить по телефону, указанному на экране. В Садовом обществе «Залив» сгорел двухэтажный жилой дом. В момент возгорания в помещении никого не было. Запах дыма почувствовали соседи и позвонили в пожарную службу. Несмотря на все усилия соседей и огнеборцев, спасти двухэтажный дом не удалось. Огонь за считанные минуты охватил все строение. Идар говорит, смотри, дым где-то идет. Я вышел, смотрю, вот так, туда нет дыма. Повернул, смотрел, вон дым идет сзади. Побежал туда, думал, сосед не горит. А вот у него начал гореть. В окно даже видно было огонь сзади. Внутри горело. Да, внутри горело. Откуда возник огонь в доме, в котором уже полгода никто не жил, еще предстоит выяснить экспертам. По словам соседей, попасть внутрь, как оказалось, не составило большого труда. Никого не было, но дверь почему-то открылась легко сама. МЧС приехали, и у них дверь вообще спокойно открылась. Чему никто не знает, пока открыт дверь. Не взламывали, не вскрывали. Дверь открытывала. Постройки в садовом товариществе расположены близко друг к другу. Поэтому огонь с горящей двухэтажки быстро перекинулся на соседнее строение. В результате обшитый садингом дом был испорчен. К счастью, в огне никто не пострадал. Сегодня днем на улице Яршова иномарка протаранила забор. Все произошло на оживленном участке дороги. По словам пассажира Кеа, иномарку подрезал другой автомобиль. Чтобы избежать столкновения, водитель резко вырулил вправо и буквально влетел в чугунное ограждение. Сам автолюбитель пожелал остаться неизвестным. Однако его пассажиры рассказали, что несмотря на большой водительский стаж, это не первая авария владельца Кеа. По их мнению, еще одной причиной произошедшего можно считать невнимательность. Скорее всего, владельцу иномарки, помимо ремонта автомобиля, придется оплатить штраф за сломанный забор. На проспекте Победы в стоявший автобус врезалась иномарка. Молодого человека за рулем автомобиля Hyundai доставили в больницу. Стоял и все. Сзади удар и все. Водитель 18 маршрута рассказал, что чудным остался жив. За несколько секунд до удара он услышал свист тормозов и успел отойти от автобуса. Как сказали, он как в шахматном порядке ехал. Вилял в дороге, в дороге. Начал гонять, а тут я стою. А не успел? И не успел. Тут меня увидел, я только отскочил от него и все. Он меня в заду пришел. Капот только успел открыть сзади. Очевидцы говорят, что молодой человек был не пристегнут ремнями безопасности. И в результате пробил головой лобовое стекло. Приехавшие на место ДТП родственники пострадавшего обвинили в случившемся водителя красного автобуса. В любом случае он должен был выставить аварийный знак или включить сигнал. Это он сейчас только включил. Даже мы когда подъехали, уже после аварии у него не было ничего включения. Двигался с квартала в сторону горок. Совершал маневр перестроения в левый ряд с автобусной полосы. Автобус, ну это примерно было 7 вечера. Автобус стоял без аварийно-опознавательных знаков на полосе автобусного движения. И водитель ковырялся в капоте. В принципе, я сам в принципе у него чуть не въехал. К счастью, в момент столкновения в автобусе кроме водителя никого не было. В противном случае медицинская помощь понадобилась еще и пассажирам городского транспорта. Чтобы покинуть место столкновения, обоим транспортным средствам понадобился эвакуатор. Продолжение следует...